продолжаем битву за красивую гладкую кожу сегодня я говорю об избавлении от нежелательных волос снова и чтобы ножки и не только ножки были гладкими кожа блестела расскажу о шугаринге в домашних условиях первый раз ее попробовала моя одноклассница когда мы учились старших классах она страдала тем что у нее очень много было волос на ногах и все получилось в итоге меня это впечатлило но мне казалось что это очень больно и однажды я решилась на эту процедуру уже будучи взрослой делала удаление салоне это был тихий ужас но со временем появились более безопасные составы и текстура так что я все равно удаляю волосы именно таким способом причем даже на лице какое-то время я покупала пасту отдельно полоски отдельно теперь стали появляться в продаже наборы где есть все чтобы выполнить процедуру причем для разных зон требуется немного разное покажу вам вот такой набор я нашла его на вайберис он называется молник с бьюти бокс он такой увесистый потому что это полноценная процедура с ухаживающими средствами давайте я поясню здесь два вида пасты дело в том что для разных зон нашего тела для достижения наилучшего результата без риска для кожи нужна паста разной плотности высокая плотность подходит для горячих зон так называемый бикини и подмышки и если у вас жесткий волос то она вам также подойдет паста средней плотности для холодных и теплых зон руки ноги лицо живот спина но на каком участке какую использовать выбираем мы сами если у меня на ногах волос плотный толстый то я и на ногах буду использовать предыдущую то есть плотную что касается состава он чистый натурально это сахарная паста это же у нас шугаринг от слова шугар сахар составе глюкоза фруктоза и вода часто бывает что добавляют еще лимонную кислоту здесь ее нет она и впрямь нежелательно слишком агрессивно можно получить раздражение и пересушивание кожи а эта паста подходит для любого типа кожи даже для чувствительной и для новичков кто раньше не делал подобную процедуру сообщаю ее нужно немного подогреть но об этом позже давайте начнем с самого начала первым этапом мы наносим специальный лосьон он очищает кожу и приподнимает волоски по сути это два в одном потому что мы его используем и до эпиляции и после когда нужно убрать остатки например сахарной пасты также в наборе есть тальк он устраняет излишнюю влажность и улучшает сцепление пасты с волосом этот этап очень важен поскольку тальк создает как бы защитное покрытие вообще чем хороши наборы это касается не только депиляции но я рассказывала недавно про пилинг когда мы обрабатываем кожу до и успокаиваем после и нам не нужно самим подбирать средства чтобы кожа улучшила свои качества но и при этом не страдала в наборе есть все так и в этом случае предусмотрен уход после здесь он даже двухэтапный что мы делаем после депиляции наносим увлажняющее молочко с депантенолом оно снимает раздражение покраснение смягчает кожу заживляет ее и восстанавливает водно-липидный баланс и через сутки мы протираем кожу специальным лосьоном который предотвращает риск вырастания волосков и замедляет их рост в его составе присутствуют кислоты благодаря этому волосы будут становиться все тоньше и все светлее хотя и сам по себе этот способ депиляции приводит к такому результату но тонер ускорит процесс конечно никак не обойтись без шпателей их здесь 30 штук и полоски их 100 штук подробная инструкция по применению также имеется так что любая из нас справится ну и далее я покажу как я это делаю подробно удаляю волосы на лице прошу обратить вас внимание на следующий факт на лице такой вид удаления волос подходит только в нижней его части на веке вот здесь никогда его не используйте и бровистки не давайте это делать иначе кожа станет дряблой и нависание века усилится я же удаляю над губой и по настроению бывает еще на подбородке вырезаю полоску подогреваю пасту и будьте осторожны не перегреть и перед нанесением проверьте температуру наша цель сделать ее просто пластичной но не нужно для этого использовать слишком горячую иначе получите ожог сделать это можно в микроволновке чтобы не перегреть во время нагрева периодически проверяйте ее шпателем на консистенцию греть необходимо для пластичной консистенции на минимальной мощности при этом я взяла совсем чуть-чуть и погрела прямо в крышечке конечно мне времени потребовалось гораздо меньше наношу лосьон далее тальк и накладываю пасту мы ее как бы наматываем на шпатель и равномерно наносим на зону удаления много пасты не нужно она просто должна закрыть все участки и достаточно тонкого слоя этой банки хватит на сколько я даже не знаю на ногах конечно расход больше будет но если будете наносить тонким слоем то думаю хватит чтобы избавиться от волос если не навсегда то очень надолго это точно главное делать процедуру регулярно и так распределили наложили полоску как видите я вырезала ее по той форме которая мне необходима полоска должна быть чуть чуть шире наложение пасты прогладим ее как следует и чтобы прилегание было плотным по всей площади но и дергаем придерживая кожу над губой вот таким вот образом далее убираем остатки пасты лосьоном можно умыться а можно просто сразу нанести лосьон и далее молочком кожа после удаления будет чуть-чуть розовая красноватая но после лосьона и молочка как будто ничего и не было гладкая спокойная и 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 повторять процедуру каждый раз когда волоски доросли до 5 7 миллиметров это где-то 10-14 дней в общем вывод такой эта процедура очень эффективна и совершенно безопасна с набором все становится намного удобнее конечно если вы ни разу не делали шугаринг то с ним у вас все получится с первого раза действуйте по инструкции и никуда не спешите со временем будете делать все на автомате если же говорить о стоимости то конечно это выгоднее чем в салоне ссылку как всегда оставлю в описании всем красоты удачи всех целую и до новых встреч